Уже заморозки были. Вот что мы сегодня нашли, но мы нашли много. Очень грибов. А это я оставила себе так чуть-чуть побаловаться. Остальные подберезовики были всякие постарше, большие такие разные. И маленькие такие разные были. Мы отдали подружке своей, пусть покушает. Ну вот еще подосиновик такой хороший. Подберезовики хорошие были. Вот в том лесу. Мы много набрали. На груздиков немножко. Это в совсем другом месте по пути обратно. Проехали, нашли немножко груздиков. Шампиньон один попался, мне он не нравится. Киська. Это найденыш. Мы его хотим отдать. А пока мы его отмыли. Отмыли. Полечили его. Вот звонят и не берут. Ну, может, потом возьмут. А то у нас Васька вон там бегает. Вася! Вась! Хватит кусаться. Ладно, коты разберутся. А самое главное, мы не в том лесу, а обратно заехали, где ели, сосны, мох. И мы набрали. Ну, не набрали, а немножко так нашли петушку. Киска, хватит рвать там все. И это настоящие серые рядовки. Это очень классные грибы. Я их очень люблю. Но сейчас в наших лесах их очень-то много не бывает, потому что народу много. Они их все любят. Тоже. А места я знаю, но туда на машине не добраться. Это надо на пароме через Днепр ехать, потом очень далеко идти на те посадки лесные. Это просто места, недоступные для нас. Вот. А это одна среди них зеленушка. Такая же самая рядовка, курочка. Ну, эти как бы петушки серенькие. А это зелененькая зеленушка. Курочка. Вот такая вот зелененькая. Вот серенький петушок. Они беленькие бывают еще. Чисто даже белые бывают шляпки у них. Но у них есть двойники. Двойники тигровые такие называются серые рядовки. У них шкура сверху пленка не лупится, как у этих, а так крошится. Они и запах у них не такой. Отличаются они очень. Техиловатые, но некоторые могут спутать. А у этих пленочка, шкурочка сверху отходят от начала до самой макушки. Можно снять. И они становятся беленькими. Сейчас попробуем. Вот. Шкурочку чуть-чуть сняла. Это очень классные грибы. Вот. Ну. Если, конечно, время есть и походить по тому лесу, их можно набрать потихоньку. иногда под амхом просто видно немножко бугорок. И его можно потом найти под амхом. ножки бывают иногда толстые, такие мощные. Но ножки тоже вкусные, поэтому ножки не отрезаются. Они тоже очень хорошие иногда. Шляпка бывает очень хилая, ножка толстая. Все грибы разные. Но камеру я сегодня не взяла, поэтому решила себе оставить память вот так вот. Хотя бы дома. Ножка волокнистая, но все равно тоже ножки хорошенькие бывают. Бывают тоненькие ножки. Вот. Запах у зеленых и у серых одинаковый. И у коричневых едок точно такой же запах. Вот. А это лесной шампиньон. Только один попался. Ну ладно, ну хватит. Все, до встречи. Пока-пока. Вася! Вась! Ну что ты такой дикий? Ну как хочешь.